Проповедь без микрофона Это знаете, как курсы апостола Павла Который приходил где-то в синагоги И говорил, и люди слышали И слава Богу Хорошо, друзья И вы знаете, то, что говорил сегодня Кирилл Оно очень сильно перекликается с моим сердцем И поэтому отчасти я буду говорить о том же И сегодня я хотел бы поделиться с вами вещами Которые относятся к жизни каждого, кто здесь находится Независимо от того, насколько давно вы верующий человек Я знаю, что многие из вас уже больше 10, больше 20 лет верующие И это очень хорошо И вы знаете, что я хотел бы сегодня поговорить о тех связях Которые связывают нас вместе Вы знаете, что между нами есть какие-то связи? Взаимоскрепляющие Это такое слово длинное Но не все представляют, в общем-то, о чем идет речь Мы что с вами родственники? Да, в каком-то смысле мы родственники Да, через Ишуа Мы можем говорить, у нас один духовный отец Мы соединены И так далее, и так далее И когда мы говорим об этих соединениях Вы знаете Не всегда на практике Соединение это соединение Вы знаете это, да? Сейчас мы будем по ходу разбираться И я хотел бы начать с местописания Ефесянам 4 главы То, что коснулся Кирилл сегодня отчасти С 11 по 16 стих Ефесянам 4, 11-16 Я верю, что это один из ключевых стихов Которые говорят о нас, о верующих И мы должны очень хорошо понимать Что там написано и что это значит Потому что это понимание Оно может очень сильно изменить нашу жизнь И конкретно говоря Нашу общину, друзья И так Давайте мы прочитаем вместе Вы знаете, что есть благословение Для людей, которые носят с собой Библию Когда выключают свет Они могут прочитать Аминь Аминь То есть Бог поставил одних апостолами Других пророками Иных евангелистами Иных пастырями и учителями То есть Бог поставил людей Для каких-то функций И он говорит дальше К совершению святых На дело служения Для созидания тела Христова То есть он говорит, зачем он это сделал Объясняется Говорит, что должно быть совершение Мы должны двигаться с вами к совершенству Мы должны расти Мы должны духовно развиваться Он говорит, на дело служения То есть должно быть какое-то дело Это дело называется служение И дальше Для созидания тела Машиеха То есть все это, как говорил Кирилл Не для эстетического удовольствия Но должно быть созидание тела Машиеха И вы знаете, что есть музей А есть, скажем так, такие места Есть роддомы, да? Там, где приходит прирост В музей ты приходишь и любуешься В роддоме дети рождаются И происходит созидание нации Итак, читаем дальше Для созидания тела Христова Доколе все придем в единство веры То есть есть определенный момент Доколе это все будет происходить До какого момента? И он говорит, что до того, когда мы придем в единство В нашей вере То есть есть вера И мы должны быть в единстве в этой вере И дальше говорится Познание Сына Божьего В мужа совершенного В меру полного возраста Христова То есть наша цель Для каждого из нас Прийти в состояние Зрелого христианина Мужа совершенного Полного возраста Христова То есть это не просто подростки Это не просто дети Которые Сегодня ему одно зашло в голову Завтра ушло другое Хочу, не хочу Вы знаете, взрослые не могут себе позволить Хочу, не хочу Ты встаешь В 6 часов и идешь на работу И здесь вопрос Хочу, не хочу, не работает Ты должен идти работать И слово должен нам очень хорошо известно Ты понимаешь, что за этим идет ответственность За твою семью Понимаете, да? В этом отличается подросток От взрослого человека Как я видел, знаете, такую фотографию Таким корявым детским почерком написано Мама, разбуди меня в 7 часов И не верь, что я встал Подпись Я очень коварен Понимаете, да? Мы должны быть взрослыми Итак Мужа совершенного В меру полного возраста Христова Дабы мы не были более младенцами Колеблющимися и увлекающимися Всяким ветром учения По лукавству человека По хитрому искусству обобщения Но истинною любовью Все возвращали в того Который есть глава Христос То есть мы должны Своей любовью, своими делами Взращивать в того Кто есть Христос Мы должны строить тело Друзья Это наша с вами ответственность Из которого Из Хреста Из Бога Все тело Составляемое и совокупляемое Посредством всяких Взаимно скрипляющих связей При действии в меру Каждого члена Получает превращение Для созидания Самого себя в любви Это то Как растет община Друзья То Как растет Тело Христа Через взаимодействие Через определенные Связи Связи То что соединяет Связки Можно так сказать Вторым словом Мы понимаем Что наше тело Оно состоит Из большого количества Костей И мышц Но если вытянуть Связки То ничего Не будет двигаться Вы не сможете Поднять руку Вы даже пальцем Не пошевелите Если не будет связи Друзья И именно Об этих связях Идет речь И если в теле В теле Христа Нет связей Связок Связывающих Каких-то звеньев Тело Оно не может расти Такое тело Атрофируется Мы знаем это Люди которые Допустим Проходят какие-то Тяжелые этапы И они лежачие И вы знаете Что периодически Их надо переворачивать Ложить там На проса На какие-то Массажи делать Почему? Потому что Все останавливается Все процессы Останавливаются И такой человек Он не может просто Вдруг вскочить На ноги И сказать Опа Мы понимаем Что связки Они имеют Одно из ключевых Вообще Положений В нашем теле Просто мы редко Об этом думаем Ну Сгибается рука И сгибается Но вы знаете Что люди которые Лечат какие-то вопросы В ортопедии Они понимают Очень хорошо Почему сгибается рука И почему она может Не сгибаться И бывают такие травмы Когда человек Он знаете Гвоздь например Попал ему в ладонь И рука не сгибается Потому что Там нарушена Определенная связь И так 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 растет Тело И Эти слова Они конкретно Это местописание Относится К телу верующих К тем Кто находится В Ишуа Кто принял Его как спасителя Здесь Не говорится О том Что эти связки Это Вот именно Знаете Люди в служении Именно люди Которые С духовными мечами И такие Вот они Короче говоря Апостолы Пророки И все Только Вот такие Страшно Великие Слова Такие Супер люди Нет Связки В нашем теле Есть разные И вы знаете Что все Связки Они важны Все важны Если на вашем Низинчике Связка будет Не работать Вы знаете Что вы скорее всего Будете хромать Все тело Будет хромать Вы не сможете Заниматься Какой-то работой Маленькая Вот такая Малюсенькая Связочка Она не работает И так Служат В теле В нашем теле Служат Не только Какие-то Супер Опытные Люди Мы все Те Кто ответственны За соседание Тела Христа Мы Соединяем Друг друга Мы Соединяем Это тело И мы понимаем Что если тело Не соединено То это болезнь Никто Никуда не идет Тогда Все стоят На месте Все Все просто Мучаются И вы знаете Что многие века Если посмотреть Вообще Историческая церковь Она пренебрегала Определенными Принципами Связей Потому что Наперед Выдвигалась Категория людей Которая называлась Клириками Люди Которые Профессионально Служили Другим Людям Люди Которые Делали Какие-то Священные действия И остальные Все Масса Полностью Приходила К ним И говорила Вы нам Служите Они говорили Да мы вам Служим И всем Было хорошо Те вроде Как предели А тем Тоже Неплохо Да И таким Образом Веками Складывались Отношения И мы видим Что эта модель Она отчасти Была взята Из писания Но она была Немного Как можно сказать Извращена Потому что Да Было колено Левия Поставленное Для того Чтобы служить Всему Израилю Но вы знаете Что как бы Колено Левия Очень хорошо Не служило Если весь Израиль Грешил То получали Все И это В этом Видим Взаимосвязь Потому что Каждый Израильтянин На самом деле Был ответственный За жизнь Своих Братьев И если вы Почитаете Книгу Иисуса Навина Книгу Судей Там очень Много таких Интересных Событий Когда Государство Израиль Оно только Формировалось Все пришли В землю И там Случались Какие-то События Которые Периодически Потрясали Весь Израиль Вы помните Что когда Уже землю Разделили На делы И люди Начали Расходиться Половина Колена Монасии Они решили Пойти домой Они жили За рекой Помните Да Удел Они получили Первыми И когда Они ушли Они построили Там такой Определенный Памятник Весь Израиль Он пришел В ужас Потому что Они говорят Что Уже Вот так Отошли От нас И начали Служить Что мы Что мы Их Не знаем Это просто Напоминание И там И там Когда обращались Старейшины Из разных родов К ним Говорят Послушайте Мы переживаем Мы переживаем Чтобы вы Не отделились От нас Потому что Наказание Божие Придет На весь Израиль Мы ревностны В том Чтобы вы Не отделились Те говорят Мы не отделяемся И там написано Что была радость Об этом Они Они успокоились Потому что Понимали Что не Отделяется Итак Друзья Каждый Из нас На самом Деле Ответственен За Приращение Тела Христа Ответственен За то Чтобы между Нами Были Определенные Взаимоотношения И Вы знаете Иногда Вот просто Так Когда Происходит Такой Подход Такого Вот состояния О том Что Я прихожу Мне служат Оно Оно Очень Сильно Расслабляет Людей Потому что Люди Которые Приходят В общину Они Перестают Смотреть На себя Как на Того Кто Может Послужить Ну Дескать Вот он Стоит Здесь За кафедрой Пусть он И говорит Да А я Куда Мне Вот он Там Вот это А вот это И Вы знаете Что Многих Это Устраивает Я вам скажу Что Меня Это Точно Не Устраивает Потому что Я понимаю Что У каждого Из нас Есть Потенциал Есть Возможность И сила Которую Мы Можем Использовать И Здесь Нужно Включаться Я Вспоминаю Одну историю Я как-то Прочитал Одна Женщина Говорит Ты Представляешь Говорит Мой муж Я уехала В командировку Там По работе Он Присылает Мне СМС И говорит Дорогая Ты не помнишь Со сколькими Ложками Сахара Я люблю Пить чай Она Говорит Вот это Я его Разбаловала Реально Иногда Мы Похожи На этих Мужей Как Как Там Я люблю Когда Мне Комментарии Дают Какие Мне Служения Устраивают Кружите Меня Друзья Послушайте Это Значит Это Есть Часть Тела Которая Не Созидает Это Значит Ты Просто Находишься Как Человек Который Потребляет И вообще Вы знаете Что Для нашего Общества Характерно Иметь Такое Мышление Потребителя На чем Основано Мышление Потребителя Я Важный Я Прихожу В магазин Я даю Деньги Все вокруг Меня Бегают Я Мелью Там Одежду Например Я Потребитель А есть Люди Которые Хотят Мне Что Продать Они Заинтересованы Во мне Иногда Смотрят На Пастыря Например Как На Человека Который Грубо говоря Знаете Что Я Приду Пускай Он Мне Попроповедует И Зато Зато Я Буду В Его Церкви В Его Общине А Мне Попроповедуют Это Мышление Потребителя И Интересно Вы знаете Я читал Недавно Данил Джастер Он говорит Об этом Что Есть Такие Церкви Я их Называю Экклезиология Свободного Предпринимательства Экклезиология Это Учение Церкви То есть Церкви Свободного Предпринимательства Что Это Значит Что Есть Как бы Группа Людей Которая Производит Продукт Например Пастырь И Команда Они Производят Продукт Под названием Служение Это Группа Прославления Они Хорошие Песни Продукт Должен быть Хороший Проповедь Должна быть Сильная И так Далее И так Далее И Если Они Производят Хороший Продукт То Я Приду К ним Еще Может Быть Если Очень Хорошо Будут Говорить И Проповедовать Я Еще И Десятину Положу Понимаете Да И Таким Образом Получается Как бы Свободное Предпринимательство Чем Больше Захватывающее Шоу Чем Больше Какой То Знаете Масштабный Театр Тем Больше Какие То Такие Движения Какие Знаете Там Это Самое Вот Это Классно Вот Я Буду Туда Ходить Там Там Прикольно Или Там Знаете Вот Именно Программные Программные Какие То Моменты То Развеселите Меня Развеселите Меня И Я Буду Частью Этой Общины Но Мы Понимаем Что На Самом Деле Это Извращенное Понимание Того Как Устроена Церковь Друзья Вы Понимаете Да Потому Что Это Укрепляющая Связь В таком Состоянии Мы Не Можем Служить Друг Друг Дарами Потому Что Есть Только Одна Группа Людей Которая Служит Нам Которых Мало Но Нас Много А Вы Нас Кружите Друзья Понимаете Мы Не Можем Реализовать Свои Дары Таким Образом Существует Огромное Количество Людей Которые Не Выполняют Своего Предназначения И Призвания Они Просто Приходят Они Просто Выбирают Как Меню Вот Этот Хороший Проповедник Вот Это Хорошее Прославление Вот Это Буду Вот Это Не Буду Вот Это Унесите А Почему Вы Так Не Вовремя Поднесли Я Расстроен Понимаете Да Я Вас Покину Я Вас Накажу Тем Что Я Не Буду К Вам Ходить Послушайте Это Извращение Это Неправильное Понимание Вообще Функции Тела Христа Это Непонимание Функции Вообще Тела Смысла Всего А где Взаимно Скрепляющие Связи Где Смысл Всего Этого Я Вам Скажу Друзья Это Очень Важный Момент Который Очень Правильно Будет Отслеживать Потому Что Я Периодически Слышу Такие Знаете Молодежью Общаюсь Они Вот Нам Короче Говоря Такого Пастыря Молодежного Который Не Заставлял Библию Читать А Программы Нам Делал Вот Он Именно Должен Вот Знаете Вот Мы Приходим А Тут Короче Эй Цирк Солнца Видели Цирк Солнца Да Посмотрите Как Нибудь Очень Интересный Цирк Очень Такой Особен И Вот Мы Тоже Хотим Цирк Солнца Пускай Он На голове Стоит Пускай Они Нас Там Упрашивают То Все А Мы Будем Говорить Это Подходит Нам Не Нравится Уберите Это И Так Далее И Так Вот То 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 Послушайте Друзья Это Не Связи Это Эскатология Свободного Предпринимательства Накормите Меня А я Ничего Не Буду Делать Так Это Не Работает Друзья Так Если В теле Находится Такой Орган То Обычно Такой Орган Называется Больной Раком Это Орган Или Можем Скажем Так Образование Которое Перетягивает Ресурс Здоровых Клеток На Себя При этом Не Производя Взамен Что Либо Здоровое И мы Знаем Что Что Применяется Удаление Да Химиотерапия И так Далее Но Но в любом Случа Это Глубочайшее Потрясение Для Всего Тела И Когда Человек Говорит Что У меня Рак Я болен Раком То Это Никого Не Радует Потому Что Это Невероятно Больно Тяжело И И Вообще Травматично Друзья Вот Такой Свободно Предпринимательский Эскатологический Такой Свободно Эскатологический Свободно Предпринимательский Подход Это Как Рак Друзья Вот Если Наш Пастырь Будет В костюмах Здесь Вот Проповедовать Я имею Ввиду Переодеваться В кого-то Ставить Декорации Нам Знаете Мы Мы Придем Это Так Прикольно Нет Такого Пастыря В Одессе Вот Наш Молодец Это Здорово Пускай Он Создает Продукт Друзья Это Неправильный Подход Потому Что На самом Далек Вот Об Этом Не Позаботились Итак Друзья Очень Хорошо Когда Что-то Происходит В общении Очень Хорошо Когда Есть Программы Но Очень Плохо Если Есть Какая-то Группа Людей Которая Знаете Грубо Говоря Прогибается Перед Всеми А Все Выбирают Потому Что Это Неправильное Представление О Теле Христа Вообще Заду Не Бога Бог Не Так Это Все Задумал Не В Этом Суть Я Верю Что Наша Община Здесь В Одессе Задумана Богом Как Большая Община Я Верю Что Нас Должно Быть Много Людей Которые Имеют Одну Веру Которые Соединены Друг С Другом Взаимоскрепляющими Связями Людей Которые Хотят Служить Друг Другу Служить Своими Дарами Те Что Есть Людей Которые Соединены Друг С Другом И Я Понимаю Что Если Мы Не Будем Иметь Этого Мышления На Соединение На Созидание Этого Не Получится Я Не Верю Что Бог Задумал Нас Как Общину Которая Ходит В Поражение Я Верю Что Бог Задумал Нас Как Общину Которая Приносит Богу Славу Приносит Победу Где Очень Много Евреев Которые Приняли Своего Спасителя Друзья И Это Не Заслуга Пастыря Его Команды Это Заслуга Каждого Члена Общины Потому Что Каждый Кого-то Привел Каждый О ком-то Позаботился Каждый Начал Приращивать Здоровые Клетки Приращивают Больные Отвергают Друзья Больные Клетки Не Производят Здоровые Клетки Если Можно Вылечить А Некоторых Можно Просто Отрезать Вы Понимаете Друзья И Это Самое Лучшее Что Можно Сделать Для Тела Это Одолжение Телу Можно Так Сказать Это Путь Выздоровления Итак Взаимно Скрепляющие Связи Означают Что Какой-то Человек Он Соединен С Другим Человеком Что Я Соединен С Кем-то И Мы Должны Понимать Что В этом План Божий Вы Сидите Не Просто На Стуле Вы Должны Быть Соединены Друг С Другом Вы Должны Иметь Эти Взаимоскрепляющие Связи И Вы Знаете Что Если Мы Посмотрим По Писанию Если Мы Посмотрим По Писанию То Людей Которые Выполняют Функцию Взаимоскрепляющих Связей Мы Можем Назвать Наставников Вы Знаете Жизнью С Другим Человеком Если Я Наставник Кому Скорее Всего У Нас Есть Связь Мы Знаем Это Допустим Когда Мы Говорим О Отцах И Детях Родителях И Детях Если Родитель Правильно Поставил Вопрос Родительства Он Является Наставником Для Своих Детей И Между Ними Обязательно Есть Связь Потому Что Если Нет Связи Чтобы Он Не Говорил Его Не Будут Слышать Ему Будут Делать Одолжение Ему Будут Знаете Как Дети Они Они Вынуждены Слушаться Потому Что Ты Сильнее Умнее Они От Тебя Зависят Но Тем Не Менее Если Ты Хочешь Быть Действительно Наставником То Ты Должен Построить С Ребенком Связь И Эта Связь Она Работает В Обе Стороны Это Не Просто Что Я Тебе Служу Это Значит Мы С тобой Имеем Взаимодействие Мы С тобой Что То Делаем И Когда Мы Это Делаем Ситуация Меняется Друзья Вы Знаете Что Если Вы Хотите Научить Например Своих Детей Готовить Кушать Вы Не Должны Просто Сказать Вы Растишь Научишься Вы Должны Позволить Ему Выпачкаться В Муке Где Там Намусорить Потом Спокойно Будут Это Делать Это Будет Интересно Потому Что Они Будут Делать Это Вместе С Вами Итак Наставники Мы Очень Часто Забываем Друзья Те Кто Уже Давно В Общине Что Когда Человек Приходит В Общину Вот Представьте Он Пришел С Улицы Первый Раз Ничего Не Знает Вообще Ничего Не Понимает Мы Почему То Пользуемся Такими Критериями Там Знаете А что Мне Делать Вот Он Стоит Вот Что Мне Делать Помолись Ну А как Это А нам Даже В голову Не Приходит Что Он Может Не Знать Этого Начни Читать Библию Послушайте Это Что Так Просто Думаете Возьми И Начни Читать Библию Это Оказывается Очень Непросто Многие Люди Неверующие Которые Приходят В общину Они Не Могут Этого Делать И Знаете Что Происходит Они Дабы Не Комплексовать Стараются Особо Как бы Наперёг Не Идти Они Стараются Не Проявлять Инициативу И Очень Медленно В лучшем Случае В лучшем Случае Если Явлено Много Благодати Божьей Они Шаг За Шагом Пытаются Разобраться В каких-то Вопросах Худо Бедно Понимает Писание Проходит Три года Пять лет И ты смотришь И думаешь Вот странное дело Странное дело Человек Уже столько лет Верующий А непонятно Вообще Во что Ну как бы Ходит в общину И непонятно Во что он верит А я вам скажу Почему такое происходит У него не было Наставника Никто не взял Его И не за руку Вот так вот Знаете Как бы Вот взял И скрепил Связь с ним Клеточка Появилась А с ним взяли И скрепили связь Взяли его за руку И говорят Послушай Сейчас я тебе расскажу Это нормально там бояться Это нормально не знать Вот это делается вот так Шаг за шагом Объяснять Вести такого человека Друзья Это созидает Наставничество Это связь Которая созидает Дело Созидает общину Вы знаете Не всегда Это как бы Приносит такое Ож и захват И удовольствие Нам конечно же Интереснее Друг с другом Общаться Нам интереснее Старыми Друзьями Какими-то там Приходить Там разговаривать О высоких материях И так далее Там знаете Давать суждения Представления О том Как устроен мир Как все неправильно Или правильно Послушайте И какое КПД Всего этого Дела Мы духовно Пообщались Хорошо Это укрепило Тело Как бы да Мы хорошо провели Время Но тем не менее Прирост приходит Когда новый человек Он становится Частью общины И когда есть кто-то Кто несет За него ответственность Осознанную Целенаправленную Ответственность Направляя свою жизнь И усилия К тому Чтобы Он прилепился К общине Друзья Так растет община Так растет Правильная община Друзья Не просто Чтобы Сделали Евангелизацию Пришло 50 человек А потом пропало Конечно пропало Потому что Они не прикрепились Мы не прикрепились К ним Они не прикрепились К нам А почему Потому что Есть мышление Вот эти 10 человек Лидеров Пускай Они ими И занимаются А это не моя Ответственность Брать И заботиться О них Друзья Так община Никогда не вырастет Так община Так тело Не растет Мы Организм Мы не просто Называемся Для проформы Братья и сестры Вы можете Называть друг друга Знаете Ты моя связка Я твоя клеточка Я с тобой соединен Ты такой Как я И мы понимаем Что клетки В организме Они должны иметь Одно ДНК И клетки В организме Должны взаимодействовать Обмениваться Жизнью Друг с другом Итак В этом Суть Наставничества Мы понимаем Что от наших Физически Новорожденных Детей Мы не можем Ожидать Ничего Сверхъестественного Они не прочитают Книжку Быстро Они не приготовят Какую-то еду Что делают Маленькие дети Которые только Родились Спят Плачут И ходят В туалет Много Шума Много Крика И много Денег Это нормально И мы ничего Не ожидаем Что ожидать Одного обращенного Что вы ему дадите Библию И он все поймет Это глупо Друзья Он не поймет Пока вы его Не научите Он не получит Какие-то познания Какой-то Возраст И вы знаете Что На самом деле Если вы росли В большой семье Или у вас есть Несколько детей Вы видели Этот принцип Как он работает Есть старший Ребенок И вы знаете Что вот Рождается Следующий ребенок Например Разница в 3 года Старший Уже может Заботиться О младшем На своем Простом Уровне Он может Покачать Коляску Например Очень просто Он может Подержать Бутылочку Он может Сказать Там Позвать Например Маму Или еще Что-то сделать На самом деле Друзья Дети С удовольствием Помогают Если вы Учите их И если вы Просите Если мы Внутри себя Имеем Это мышление Заботы Друг о друге Заботы Заботы О неверующем Человеке То не нужно Быть Знаете Как бы С высоким Духовным Образованием Чтобы служить Новообращенным Людям Большинство Из тех Кто здесь Находится Вы можете Служить Новообращенному Человеку Вы реально Можете Служить Новообращенному Человеку И вот у нас Есть например Евангелизационная Группа Вы знаете Что каждый Шаббат Они выходят Евангелизируют И я вам скажу Что у меня вопрос Относительно Тех людей Которые Они Приведут В общину Смогут Ли Они Иметь Связь С кем То Смогут Ли Они Найти В общине Наставника Вы скажете Да какой я Наставник Послушай Ты уже Много Знаешь По сравнению С человеком Который Вообще Ничего Не знает И наставничество Это то Чему можно И нужно Учиться Так Растет Тело И я вам говорю Если мы не поймем Этот принцип Друзья Наша община Останется Вот мы соберемся В таком зале Через 20 лет И будем говорить Ого Помните Ага Но если мы Поймем этот принцип Я вам говорю Друзья Мы можем собираться Во дворце спорта Три раза утром И три раза вечером И места будет мало Почему Потому что Тело Начинает Производить Если Есть определенная Система Если все Наставлено Именно Именно Работает Правильно Если Оно Работает Правильно Аминь Итак Следующий Важный Момент Который Очень Правильно И важно Понимать Ты не можешь Быть Наставником Для Многих Людей Вы знали Это Это еще Один Такой Вот момент Связанный Со служением Клириков Или Священства Пастырь Пастырь Не может Физически Вести Много Людей И нечего Этого Ожидать От него Не надо Ожидать Этого От пастыря Я могу Я могу Сказать Проповедь На сто Человек На тысячу Человек Да Но это Не значит Что я Служу Вам В том Смысле Как Консультант Как Пастырь Как Наставник Друзья Я делюсь Сейчас С вами Словом Но Наставничество Это больше Чем Просто Кому То Попроповедовать Намного Больше Потому что Наставничество Я повторяюсь Это Значит Делиться Жизнью Мы Помним Что Когда Ишуа Ходил Он Проповедовал Тысячам Но Был Наставником Для Двенадцати Людей Он Их Брал С собой И мы Читаем Всю Дорогу Они Делали Ошибки Он Их Ругал Он Их Наставлял Они Пробовали У них Были Какие Практические Моменты И Мы знаем Что После Трех С Половиной Лет Они Все Пришли Забирать Его Это Было Непросто Тем Не Менее Он Вложил Определенные Вещи В Их Сердце И Мы Понимаем Что То Множество Которое Было Оно Разошлось И Если В церкви Очень Много Людей Знаете Которые Пришли Из Других Церквей Это Не Значит Что Такая Церковь Сильная Возможно Там Есть Просто Интересный Так Говорят Сейчас Модное Слово Фронтмен Интересный Пастырь Который Выходит Навстречу Но Это Не Значит Что Такая Община Или Церковь Она Сильная Сильная Церковь Та У которой Есть Связь Друг С Другом Сильная Церковь Это Та Которая Дорожит Этой Связью Не Просто Так Короче Уйду Я От Вас Послушайте Куда Ты Уйдешь Что Это Значит Если Мы Семья Так Просто Не Уходят Потому Что Между Нами Есть Взаимоотношения Я Ценю Эти Взаимоотношения Мне Не Все Равно Что С Тобой Происходит Но Друзья Мы Должны Понимать Еще Раз Пасты Не Может Служить Всем Людям Одновременно Не Может Быть Наставником Это Физически Невозможно Понимаете Поэтому Нам Нужны Наставники Наставники Это Каждый Из Вас Друзья Нам Это Всем Нам Не Только Мне Это Всем Нам Если Мы Хотим Расти Духовно Если Мы Хотим Расти Качественно И Количественно Друзья Мы Должны Менять Своё Мышление С Того Что Дайте Мне На То Что Я Могу Кому То Дать Я Могу Реально Дать Послушайте И Вы Намного Сильнее Чем Вы Себе Думаете Вы Можете Заботиться О Людях Которые Вообще Ничего Не Знают И Каждый На Своем Уровне Вы Можете Поучаствовать В Жизни Друг Друга И Это Сделает Нас Сильными Это Сделает Нас Крепкими Как Община Это Даст Возможность Дарам Взаимодействовать Вот У вас Я Знаю Что У Многих Есть Явно Очень Сильные Классные Дары Но Они Не Активны Вы Не Знаете Какими Взаимодействовать Потому Что Вы Не Пробовали Друзья А Представьте Вот Здесь Сидят Пророки Люди Которые Имеют Пророческие Дары Здесь Сидят Люди Которые Имеют Дары Евангелистов Дары Управления Дары Служения И так Дали И так Дали Но Они Не Активны Они Просто Сидят И Говорят Служите Послушайте Так Тело Не Растет Это Потребительская Община У Такой Общины Нет Будущего Она Не Может По Определению Вырасти Друзья И Это Нужно Менять Итак Мы Понимаем Что Ишо Учил Своих Учеников Примером Он Показывал Как Это Нужно Делать И Там Написано Что То Что Мы Читали Эфесянам 4.16 При действии В каждой В свою Меру Каждого Члена То есть Должно Быть Действие В свою Меру Есть Определенная Мера Кто-то Может Действовать Сильно Кто-то Действовать Мало Но Есть Действие Не Бездействие Не Безделие Но Действие Каждого Члена Общины И Я вам Говорю Друзья Многие Проходят Да Прошли Членские Классы Это Что Нужно Было Проскочить Нет Это Значит Нужно Брать Ответственность И Делать Нужно Молиться Нужно Смотреть Вообще Посмотреть Вокруг Себя Что За Люди Сидят Может Может Кому То Могу Помочь Может Вот Сидит Человек Новообращенный Так Почему Бо С Ним Не Дружить Почему Бо Не Начать С Ним Общаться Потихонечку Как То Поддерживать А потом Целенаправленно Поддерживать Начинать С Ним Изучать Писание Молиться Вместе И так Далее Друзья Вы Знаете Что Когда Мы Читаем У Ефесянам Вот Вот Но Есть Местописание Которое Показывает План Сатаны Относительно Того Как Как Может Выглядеть Община И вообще Взаимоотношения Верующих Людей Смотрите Бытие 4.9 Давайте Посмотрим Это История Двух Братьев Каина И Авеля Помните И Когда Каин Убил Авеля Бог Пришел К нему И Он Говорит И Сказал Господь Каину Где Ави Брат Твой Он Сказал Не знаю Разве Я Сторож Брату Моему Друзья Это Мышление Общины Потребителей Разве Я Сторож Брату Моему Я Сторож Я Связь Я Тот Кому Небезразлично Что Происходит С Моим Братом Я Внимательно Слежу За Тем Что Чтобы Помочь Ему Я Хочу Чтобы Кто-то Следил За Мною Чтобы Кто-то Говорил Мне Послушай Вот Это Не Получается Я Готов С тобой Молиться Я Готов С тобой Иметь Взаимоотношения Это Это Говорит О Связи Я Переживаю За Того Кто Рядом Со Мною Итак Божий План Для Нашей Общины Созидание Божий План Участие В жизни Служении Каждого Из Нас Божий План В том Чтобы Дары Которые Есть Среди Нас Они Служили На Созидание Общины И План Сатаны Расслабиться И Сказать Я Не Сторож Я Не Ответственен Пускай Они Пускай Кто Третий Пятый Десятый Делает Это Итак Деяние 20.35 Говорит Следующий Апостол Павел 20.35 Во Все Показал Я Вам Что Так Трудясь Надобно Поддерживать Слабых И Памятовать Слова Господа Ишуа Ибо Он Сам Сказал Блажение Давать Нежели Принимать И Здесь Речь Не Просто О Финансах Друзья Блажение Давать Нежели Принимать Есть Больше Блаженства В том Чтобы Служить Другим Чем В том Когда Все Вокруг Тебя Кружатся И Угождают Знаете А я Как Фигурном Катании Ставлю Отметки Хорошо Плохо Так Себе Потерпит Друзья Блажение Давать Блажение Служить Друг Другу Чем Ставить Себя В позицию Служите Мне Потому Что Вот Я Очень Очень Центр Такой Всего Происходящего Очень Важный И ключевой Человек Потому Что Еще Знаете Есть Такое Я Я Еврей Да 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 Кто Еврея Обидит Анафема И то Все Послушайте Я Рад Что Ты Еврей Слава Богу Мы Здесь Семь Евреям Рад Но Это Значит Что Ты Должен Служить Это Значит Что Ты Должен Направлять Себя На Друге Итак Друзья Чего Начать Как Это Делать Практически Я Предлагаю Вам Простые Шаги В Идеале Наставничество Идеально Работает В системе Домашней Группы Потому Что Сами По Себе Домашние Группы Они Задуманы Были Богом Таким Образом Чтобы Люди Могли Взаимодействовать С друг С другом Мы Знаем Что Домашняя Группа Она Небольшая Не Больше 15 Человек То Есть Реально Люди Которые Ходят На Домашнюю Группу Они Могут Знать Кто Чем Живет Таким Людям Можно Помогать Поддерживать Их Укреплять Молиться Там Могут Действовать Дары Там Могут Проявляться Дары Друзья Это Идеально Но Мы Понимаем Что На Сегодняшний Момент Мы Мы Идем В Эту Сторону Тем Не Менее Уже Сегодня Мы Можем Делать Какие Шаги На Созидание Поэтому Друзья Я Предлагаю Вам Такой Необычный План Почему Нам Не Начать Знакомиться Друг С Другом Почему Нам Не Посмотреть По Сторонам И Просто Не Подойти К Человеку И Спросить Послушайте Как Вас Зовут Я Вижу Вы Ходите В Общину Уже Давно Я Вас Не Знаю Давайте Познакомимся Я Знаю Что Вы Многих Знаете Но Я Знаю Что Многих И Не Знаете Или Знаете Просто Так Поверхностно Типа Вася Вася Ходит Девять Лет Уже Сюда Чем Вася Живет Где Вася Живет Вообще Откуда Он Ходит Может Он Член Другой Церкви Вообще Просто Ему Нравится Здесь Просто Так Прикольно Вот Смотреть На Это Все Да Иногда Я Такое Узнаю Я Общаюсь С Людьми Все Васи Вы Расслабьтесь Я Просто Говорю А то Да Потом Мне Периодически Говорят Ты Обо Мне Говорил Да Вот Именно Сидел И Думал О Тебе Послушайте Изя Я Знаю Что Из У нас Нет Изя Пока Еще Из У нас Нет Или Изольда Например Приходит К нам Это Женский Вариант Изи Изольда Итак Почему Мы Не познакомимся Я Периодически Знакомлюсь С людьми Я Узнаю Что Они Члены Других Церквей Я Почему То Думал Что Они Вообще Не Вообще Покаялись И Что Когда Ты Начинаешь С ним Говорить Он Говорит Не Подождите Подождите Я Здесь Просто Турист Обликом Морали Я Ничем Не Собираюсь Здесь Заниматься И Ответственности Никакой Ни За Что Не 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 Хочу Но Если Нужна Консультация То Поверьте Девять Звонков В час Будет У Тебя Потому Что Ему Нужна Консультация С Таким Знаете Как Это Само Друзья Мы Можем Начать Знакомиться Друг С Чтобы Это Сразу Были Отношения Так Играем Такая Игра Я Наставник Ты Короче Говорят Тот Кого Наставляем Нет А Двое Скажет Нет Почему Это Я Уже Там 19 Лет В Церкви Но Ты Ж Библию Не Прочитал Ну Что Послушайте Это Детство Тем Не Менее Мы Очень Сильно Можем Помочь Друг Другу Потому Что Многие Вопросы Они Не Сильно Сложны Человеку Нужно Чтобы За него Помолились Человеку Нужно Чтобы Что То Объяснили Если Вы Можете Это Объяснить Почему Бо Мне Не Рассказать Это Почему Бо Вам Не Поддержать Такого Человека Все Что Нужно Подойти После Служения И Сказать Здравствуйте Меня Зовут Вот Так Я Здесь Хожу Давно Я Хотел С Вами Познакомиться Где Себе Просто Пообщаться И Без Каких Духовных Нагрузок И Постепенно Постепенно Проповедовать Да Хорошо Постепенно Вы будете Узнавать И Со Временем Вы Узнаете Что На самом Деле Изя Не Такой Простой Человек Что Там Целый Мир Оказывается У Него Есть О Что У Него Есть Несогласие Разногласия И Вы Можете А У Его Жены Еще А У Его Жены Знали Бы Его Жену Да Согласен Итак Но Через Эти Разногласия Вы будете Приходить Взаимопониманию Друзья Если Не Делать Вот Таких Простых Шагов Эти Люди Они Обречены На Долгое Духовное Неразвитие Я Вполне Серьезно Говорю Они Не Смогут Расти Активно Они Не Смогут Потому Что Очень Часто Для Того Чтобы Человек Активно Духовно Рост Ему Нужна Помощь Человека Который Более Зрелый Вы Знаете Что Первые Дети В Семье Им Сложно Но Вторым Детям Легче Они Легче Учатся Разговаривать Легче Учатся Обходиться Какими Предметами В большой Семье Это Вообще Легко Почему Потому Что Есть Много Наставников И Папе Не Нужно Повторять Одно И Тоже 99 Раз Потому Что Есть Братья И Сестры Которые Говорят Что Послушай Ну Вот Смотри Мне Папа Рассказывал Это Работает Вот Так И Все Для Маленького Человека Достаточно Этого Он Берет И Делает Это А Папа Так Работает Семья Такая Семья Она Крепкая Но Если Все Построено Вокруг Того Что Знаете Есть Папа С мамой А Мы Короче Каждый Сам За Себя То Я Вам Скажу Я Бо Не Хотел Такую Семью Потому Что В старости Ты Без Воды Точно Останешься И Это Без Вариантов Почему Потому Что Это Просто Семья Эгоистов Которые Думали Взаимоотношения И Поддерживать Друг Друга Итак Во всех Этих Отношениях Вы Должны Помнить Одну Важную Вещь Цель Этого Общения Это Созидание Тела Христа На Шаббатах Вы Знаете Вы Можете Позвонить Кому То Вы Идете На Молитву Вы Можете Позвонить Человеку Скаж Давай Я За Тобой Зайду Если Он Не Пришел Вы Можете Позвонить Потом Спросить Что Случилось Давай Мы Помолимся За Тебя Давай Я Зайду Завтра Может Быть Есть Какие Адекватные Причины А есть Может Быть Неадекватные О которых Надо Поговорить Друзья Начните Служить Друг Другу Но Цель Этих Взаимоотношений Это Созидание Тела Христа Нет Тусовка Ради Тусовки Нет Тусовка Ради Сплетен Ради Того Чтобы Давайте Соберемся И будем Обсуждать Или Там Знаете Какие-то Вот По воде Вилами Что-то Там Непонятно Что Вроде Библию Там Что-то Там Разбирают Но Походу Осудили Там Проговорили Всех Кого Можно И Правильные Божьи Связи Которые Бы Созидали Нашу Общину Не Гипотетически А Практически Друзья Чтобы Мы Могли Участвовать В жизни Нуждах Друг Друга И Сегодня Это Время Когда Можно Начать Не Нужно Ждать Дня Х Не Нужно Ждать Какого-то Сигнала От Господа Этот Сигнал Уже Есть Этот Сигнал Уже Прозвучал Я Записку Фотографию Записки Если Ты Ищешь Какого-то Знака От Бога И Молишься О том Чтобы Он Послал Его Тебе То Вот Эта Записка Этот Знак Иди Делай Друзья То Что Я Говорю Это Знак Идите И Делайте Начните Взаимоотношения И При Это Не Надо Друг Друга Как То Сражать Знаете Что Я У меня Хоромы А у Тебя Не Хоромы А если У меня Не Хоромы Я Не Буду Никого Приглашать Я Не Буду С Кем Общаться Послушайте На Самом Деле Во Многом Это Не Имеет Значения Потому Что Эти Связи Они Не Основаны На Хоромах Или На Каких То Пирогах Они Основаны На Вокруг Христа Друзья Они Основаны На Писании Поэтому Вы Можете Ничего Не Кушать Хотя Еда Сближает И По-еврейски Это Правильно Кушать Вот Но Но Суть В Том Что Я Хочу Быть Сторожем Брату Моему Я Хочу Переживать За Него Это Мое Тело Это Моя Клетка Я Не Хочу Чтобы Вокруг Меня Были Люди Зараженные Раком Которые Несут Разрушение Я Хочу Чтобы Вокруг Меня Были Здоровые Клетки Которые Приращивают Тело Христа Я Верю Что Если Мы Будем Менять Наше Мышление С Не Вырасти Оно Невозможно Здоровое Тело Оно Будет Расти Если Человек Здоров Он Обязательно Знаете И кушает Много Еды Он Обязательно Его Станет Больше Больное Тело Конечно Мы Понимаем Да Сколько Не Ешь Все Мимо Поэтому Друзья У Нас Есть С Вами Божий Призыв Посмотрите Вокруг Себя И Вы Знаете Я Понимаю Что Идеально Это Не Решит Все Вопросы Я Осознаю Это Но Тем Не Менее Это Позволит Нам Сдвинуться С Мертвой Точки С Такого Состояния Пассивности К Тому Чтобы Что То Начало Меняться Не Из-за Того Что Есть Какая То Группа Людей А Мы Все Мы Тело Для Нас Это Важно Вы Помните Когда Отстраивали Люди Книги Нееме Посмотрите Книги Ездры И Там Они Были Кто Одним Занимался Кто Другим Тот Священник Тот Какой Там Каменщик Не Каменщик Не Важно Кто Они Все Были Не Строители Это Важно Но Они Стояли И Строили Это Было Их Дело И Именно Те Кто Строили Впоследствии Назан Весь Израиль Потому Что Те Кто Не Пришли Те Кто Остались Вавилоне Они Потерялись Они Стали Нечисты И Непригодны Для Господа Они Отпали От Общества Израилевым Да Не Смущает Вас То Что У Вас Немного Библейских Каких Там Школ Оснований Если Вы Хотите Поучиться Приходите У Нас Тоже Есть Возможность У Нас Есть Институт Вы Знаете Это Да Буквально В конце Месяца В начале Месяца Мы Начинаем Учебу Вы Можете Обучиться Лучше Если Вы Не Знаете Как Это Делать Послушайте Будем Учиться Но Начните Служить Друг Другу Перестаньте Знаете У Некоторых Дома У Некоторых Из Нас Дома Как Тоже Частер Говорит Что У Некоторых Лидеров Дома Они Такое Ощение Что Когда Они Возвращаются Домой Они Переплывают На Лодке Ров С Крокодилами Там Опускается Какой То Знаете Такой Мост И Входишь И Он Попадает К себе Домой Вот Так Часто Выглядят Наши Дома Попробуй Ты Попади Ко Мне Домой Потому Что Вот Вот То Вот То Будьте Проще Друзья К вам Люди Потянутся Будьте Проще Я Имею Что Имею Я Такой Какой Я Есть Но Я Могу Тебе Послужить Чем Я Могу И Вы Можете Послужить Аминь Хорошо Поэтому После Служения Ожидается Бурное Знакомство И Общение Все Ко мне В гости Нет Я Не могу Всех Принять Друзья А у Тебя Как Берус Семь На Крайф Тут Чудо Тебе Квартира Тебе Стинки Пшит Строим Гость Здесь Строим Гости Здесь Друзья Скоро Лето Можем Ходить Куда Там Итак Уловите Этот Смысл Мы Приращиваем Тело Мы Рождаем Тело Мы Те Кто Те Кто Приводит Знаете Соединяет Друг Друга Будьте Этой Связью Аминь Аминь Давайте Мы Помолимся С вами Дорогой Господь Спасибо Тебе За Твое Благословение Спасибо И Начинать Служить Тебе В Простоте Сердца Святой Израилев Я Прошу Тебя Помоги Нам Быть Наставниками Друг для Друга Помоги Нам Ведить Нужду Друг Друга Господь И Начинать Служить С ответственностью Перед Тобою Господь Мы Хотим Чтобы Наша Община Она Стала Больше И Крепче Чтобы Она Знали Люди Которые Боже Дорожат Друг Другом Господь Во имя Ищу Аминь Чтобы Тебе Неверующие Которые Могли Бы Прийти Они Были Здесь Способны Чтобы Мы Способны Были Принять Господь Чтобы Мы Не Творили Какие Господь Просто Шоу Ради Шоу Господь Какие Такие Фейерверки Просто Чтобы Господь Веселиться Тратить На это Ресурсы Силы Финансы Господь Мы Хотим Чтобы Тело Выросло Боже По Настоящему Наша Община Была Крепкая Господь Мы Верим Что Это Твой План Для Девцы Сегодня Господь Мы Верим Что Это Твое Предназначение Призвание Для Каждого Из нас Ишуа Мессии Амин Аллилуйя Друзья Вы знаете У нас Сегодня Есть С вами Хорошее Такое Благословение У нас Сегодня День Причастия Мы Знаем Что Само По себе Причастие Лик Преломление Это Таинство Через Которое Мы Показываем Что Мы Соединены В Этом Теле Мы Прикасаемся К Телу Христа Мы Прикасаемся К Его Крови Это То Благословение Которое Бог Оставил Для Нас И Когда Он Говорил О Своим Ученикам Он Говорил О том Что Мы Должны Размышлять У нас Есть Ответственность Размышлять О Хлебопреломлении О Крови И Тела Мессии У нас Есть Ответственность Подходить К этому Правильно Друзья И Давайте Мы Сейчас Попробуем Настроить Своё Сердце Потому Что Писание Говорит Что Люди Которые Поверхностно Подходят К этим Вещам Вообще К телу К жертв И Шот Они Несут В себе Осуждение Поверхностность Она Приводит К осуждению И Часто Нам Написано Даже К смерти И Болезням Друзья Никому 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 Нас Этого Не Надо Мы Хотим Жизни Вместе С Господом Аминь 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 Давайте Сейчас Мы Попробуем Как-то В порядке Может быть Задних Рядов Будем Подходить И Брать Причастие И Вы Можете По кругу Идти И Становиться На свои Места И Потом Мы Помолимся И Все Вместе Поучаствуем Либо Приломлением